Адаптивный веб-дизайн, дизайн веб-страниц, обеспечивающий правильное отображение сайта на различных устройствах, подключенных к интернету и динамически подстраивающийся под заданные размеры окна браузера. Цель адаптивного веб-дизайна является универсальность отображения содержимого веб-сайта для различных устройств. Для того, чтобы веб-сайт был удобно просматриваемым с устройств форматов и с экранами различных разрешений, по технологии адаптивного веб-дизайна не нужно создавать отдельные версии веб-сайта для отдельных видов устройств. Один сайт может работать на смартфоне, планшете, ноутбуке и телевизоре с выходом в интернет, то есть на всем спектре устройств. Понятие. Впервые понятие отзывчивого веб-дизайна ввел Итан Маркотт в одной из своих статей в мае 2010 года. Впоследствии он выпустил книгу под названием Responsive Web Design, посвященную данной технологии, Джефф Резельдман Русск, предложил расширить понятие Этана Маркотта, чтобы оно покрывало любые подходы, обеспечивающие ясное визуальное восприятие независимо от характеристики экрана и других ограничений пользовательского устройства. С другой стороны, Аарон Густасон выпустил книгу Adaptive Web Design, crafting rich experiences with progressive enhancement, которая рассматривает метод постепенного улучшения, как важную составляющую адаптивного дизайна. В результате среди веб-дизайнеров стали понимать адаптивный дизайн как более широкое понятие, включающее отзывчивый дизайн и постепенное улучшение. Предпосылки главными причинами возникновения и развития технологии адаптивного веб-дизайна стали увеличение количества различных разрешений устройств, с которых есть возможность выхода в интернет, популярность мобильных устройств с выходом в интернет и увеличение мобильного интернет-трафика, рекомендации поисковых систем Яндекс и Гугл. Основные принципы в отзывчивом дизайне применения гибкого макета на основе сетки использования гибких изображений, работа с медиазапросами в дополнение к этому в адаптивном дизайне применения постепенного улучшения, проектирование для мобильных устройств с самых ранних этапов, плавное перестраивание блоков в отзывчивом дизайне при изменении размера экрана. Сначала мобильное проектирование начинается с адаптивной версии веб-сайта для мобильных устройств. На этом этапе дизайнеры стремятся правильно передать смысл и основные идеи с использованием небольшого экрана и всего одной колонки. Содержимое при необходимости сокращает удаляя второстепенные информационные блоки и оставляя самое важное. В качестве иллюстрации пригодности данного подхода можно процитировать бывшего разработчика мобильных приложений для Facebook, JoHeavit iPad. Такой подход не является обязательным условием, однако его преимущество в меньшем размере кода, за счет меньшего количества медиазапросов и усиленных акцентах в дизайне на малых разрешениях.